Студия, слышим вас прекрасно! И хотим рассказать вам ещё об одном явлении, которое нас очень сильно поразило. Вы знаете, везде, где вы были в Грузии, нас просто удивляли здания полицейских офисов, которые просто язык не поворачивается назвать полицейскими участками. Дело в том, что это, скорее всего, произведение современной архитектуры, чем здания силовых управлений. Заинтересовавшись этим феноменом, мы пообщались с обычными водителями, дорожным патрулём и даже министром внутренних дел, и сделали для себя несколько выводов о грузинской полиции. Об этом наш следующий сюжет. Вывод первый. Прозрачность зданий полиции – это не дань моде, а целая философия. Это главный наш принцип. Принцип А, во-первых, это красиво. Да, это красиво. В, это комфортно. С, это, показывает, что мы прозрачны. И четвёртое, что, когда человек, гражданин проезжает около прозрачного здания, у него возникает такой вопрос, что, во-первых, он видит, что там происходит, у него не создаётся имидж какой-то, что там что-то закрыто, что-то там... Что они отделены, да? Отделены. Вывод второй. Грузинская полиция – не карательный орган, а сервисный центр с высоким уровнем обслуживания. Тут не останавливают на улице без причины. Зато зарегистрировать машину и получить права можно в считанные минуты. Максимум 10 минут. И за это время я ещё успел кофе попить. Не хотим, чтобы грузинская полиция была больше сервисной службой, чем каким-то карательным организациям. Я, например, про себя могу сказать, что очень много времени прошло с того момента, когда я в последний раз на кого-то наружники надевал. Вывод третий. Чтобы избавиться от коррупции, из грузинской полиции уволили абсолютно весь старый состав и взяли на работу по-новому думающих, образованных и преданных реформам людей. Я, например, могу вам сказать, что у меня, например, два высших образования. У вас? Лично у меня. У подавляющего большинства сотрудников патрульной полиции высшее образование. Сегодня быть полицейским – это одну из самых престижных профессий считается. То есть большой конкурс получается? Да, у меня получается почти с 15-20 кандидатов реально полицейский становится один. Вывод четвертый. Высокая зарплата грузинских полицейских – это миф. Они не берут взяток совсем по другой причине. Человек такое существо, я скажу. Сколько бы ему не давали деньги, ему, наверное, будет все время мало. Знаете, вот этот миф, что у грузинских полицейских очень большая зарплата – это большой миф. Средная зарплата у патрульной полиции, сколько у них в долларах в виде, там, ну, 500-600 долларов в месяц. Это по-моему. Но все равно хорошее. Как? Хорошее. Это хорошее. У нас созданы все те условия. Есть, у нас очень много льгот. У нас, у нас, у наших семей есть страховые полисы, с помощью которых мы можем пойти и приобрести медикаментный большой, заплатив небольшой процент от суммы полностью. Страховые полисы при, ну, случае болезни, чего-то, чего-то. И когда ты работаешь и знаешь, что вот вдруг что-то случится, ну, у семьи, ну, у всех есть семьи, ты знаешь, что первую помощь могут оказать, и плюс у тебя есть страховый полис, который полностью выплачивает Министерство внутренних дел, и ты работаешь, отдаваешь на все сто. И если, конечно, материальные условия нам хватает, мы можем каждый месяц приобретать небольшую аппаратуру, технику и водить детей, жен, 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 жену и любовницу. Зарплата, они самые главные. Самое главное в жизни это самовыражение, когда тебя любят, когда тебя уважают, когда престижно, да, вот. Вывод пятый. Патрульная полиция в Грузии – это не ГАИ. Это группа оперативного реагирования, которая следит за порядком на улицах и выезжает по экстренным вызовам. Вот эта патрульная полиция, которая, видите, это как бы на базе старой ГАИ создана, но она не только дорожная полиция. Это патрульные, которые дежурят для них, и обнаружены, как бы, преступления, обыкновенные криминальные случаи, которые происходят на улицах, они на вызов граждан приходят. У нас это соединено, как, так сказать, старая административная полиция, а ГАИ объединено одно, подведи называется патрульная полиция. Был такой вызов, что мы приходим на месте, что случилось? Вот ребенок не хочет кушать. Приведи вас, он сейчас покушает. Вот серьезно, да, было такое? Нет, бывает. Если ты не кушаешь, мы сейчас полицию вызовем. Пришла полиция, будет ребенок с... И, наконец, главный вывод. В Грузии такая политика, человек полиции не должен бояться. Для гражданина, скажем так, для человека, проживающего в Грузии, полиция, друг, помощник, и, скажем так, когда у него проблемы, он обращается к полиции.